Растите птички, может все и наладить. К своему бизнесу предприниматель Дмитрий Панов относится очень трепетно. Идея открыть фазанью ферму возникла случайно, но быстро стала реальностью. До сих пор хозяйство приносило неплохую прибыль. Клиенты заказывали птицу, а гости приезжали на экскурсии. Сейчас здесь около двух тысяч фазанов, но мужчина боится, ферму придется закрыть. Хозяйство осталось без электричества. Если не будет электричества, то мы просто забьем птицу в ближайшие две недели, если вопрос не разрешится. Поскольку в марте начинается сезон спаривания, в апреле мы должны включать инкубаторы. Дмитрий говорит, что из-за отключения электроэнергии пришлось остановить работу инкубатора, а ведь внутри находились почти три тысячи яиц. Обесточили ферму соседей, считает предприниматель. Год назад Дмитрий купил этот участок у бизнесмена Валерия Стеньки, которому принадлежал соседний загородный клуб. Электросеть у фермы и у клуба одна. Дмитрий платил соседу, а тот рассчитывался за электроэнергию. Но в какой-то момент все прекратилось, уверяет мужчина. Отключать зимой, а тем более без каких-то предупреждений, без каких-то официальных бумаг, за сутки, ну, варварство, варварство, по-другому не назовешь. У загородного клуба теперь новый владелец Владислав Стенька. Он говорит, электричества на ферме не будет до тех пор, пока Дмитрий не заключит договоры напрямую с поставщиками ресурса. Ведь ни в каких официальных документах о том, что загородный клуб обеспечит ферму электричество, нет ни слова, уверен бизнесмен. У нас были разговоры о том, как это можно сделать и так далее, но я еще раз говорю, то есть все осталось на уровне устных обсуждений этого вопроса. Но, говорю формально, он ничего для этого не сделал, для того, чтобы получить электричество. Сейчас решение вопроса на начальном этапе. Дмитрий подал жалобу на соседа в Федеральный антимонопольный комитет и предоставил документы поставщикам электроэнергии. Однако в компании предупредили, подключение займет время. Если все пройдет без заминок, ферму удастся спасти, уверен Дмитрий. Для взрослых птиц угрозы нет, говорит мужчина, они спокойно переносят холода. И, возможно, весной появится шанс не только сохранить поголовье фазанов, но и увеличить его.